Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам бомбезный бой на FV4005 Stage 2. Это ПТСУ по праву является боссом фугасных танков. Если у вас возник вопрос, какой танк прокачать среди фугасных для того, чтобы рвать всех, то без раздумий берите и качайте FV4005. Конечно, вам придется все это пройти, все эти не самые хорошие танки, но тем не менее вы зато получите такую офигенную имбочку. Ну а прежде чем мы начнем, хотел бы посоветовать сайт водки.ру. Тут бесплатные розыгрыши, можно выиграть 5000. Ко всему прочему, ты можешь выиграть из кейса премиум танк или даже очень такие крупные джекпотовые суммы в голде. Если заинтересовала вся информация вместе со скидкой в описании. А также вы можете сейчас видеть победителя в прошлом видео. Он выиграл голду. Если тоже хочешь выиграть, то ставь лайк и в комментарии укажи ссылку на свой профиль вконтакте. И вот с чего все начинается. Наш герой дает такого пинделю объекта 257, что тот, наверное, просто со стула упал. Конечно, он хочет отомстить нашей бабахе после такого-то. Но посмотрите на союзников. Как же они вообще действуют? Игрок грамотно предугадал, что его обойдут слева. И в итоге смог подкараулить L7-90, уничтожил врага. Но подъехал объект 257, нанес урон. Дальше он почему-то рисковать не стал. Видимо, сдерживающий фактор подействовал. Далее наш герой чуть не попадает по своему союзнику. Но все-таки чудом убивает Т-25 пилот 1. Посмотрите, каждый выстрел это ваншот практически. Ну, 257 выжил, но у него слетело почти все хпшечки. И повезло, что приехал хотя бы один союзник. Хотя бы Леопард, который, судя по всему, ну, заметил на миникарте, что бабахе требуется помощь. Получается добрать Лёва. При этом игрок сам выехал, принял плюху. То есть не стал ждать и решил пожертвовать своим хп. Лишь бы побыстрее уничтожить противника. Продвигается он вперед, тут засвечивается. Конечно, старается не высовываться. Впереди ИСУ-152. Убивает она Леопарда и прячется за гору. Наш герой прячется за домик. В общем-то, поближе. Думает, может быть, получится отсюда кого-то выцелить. Ну, высветить сначала, а потом уже выцелить. И дальше уже дать смачный выстрел по противнику. Но там, похоже, никого нет и никто не светится. Есть тут только ИСУ-ха. Но, естественно, лезть на неё это себе дороже. Учитывая, что у нашего героя хп не так уж и много. В принципе, если ИСУ-хе повезёт, она может его и с выстрела забрать. Но иногда, если вы не знали, плюс 25%. И в итоге можно очень жёстко так продамажить на 900. Игрок попадает по ИСУ-хе. Наносит ей, ну, неплохой дамаг. Но это не пробитие. 861. ИСУ-ха ещё остаётся в живых. Рядом ещё засветилась ПТ-шка, стерва. Собственно, игрок пытается её высветить. Встаёт, сам засвечивается. Но ждёт, в общем-то, выстрела от стервы. Видимо, просто уже действует, так скажем, пан или пропал. И уничтожает стерву, ваншотит её. Да, получает от неё плюху. Игрок, конечно, рисковый. Просто вот он готов получить выстрел, подставиться где-то. Но зато потом, как следовать, огреть противника. Охо стремится вперёд. И сейчас он, возможно, отвлечёт на себя внимание. И для нашего героя это просто замечательно. Наконец-то кто-то из союзников начал хоть что-то делать. Вдалеке светится арта. Охо по ней мажет. И тут высовывается АМХ 50-100. Прямо борт он свой подставил. И, конечно, бабаха воспользовалась столь удачным моментом и забирает противника. Едет сюда Т110Е3. Это очень тяжело бронированная по ТСТАУ. Солба. Можно её сваншотить только если в борт стрелять или в корму. Ну, игрок, в общем, засвечивается. ПТ-шка вражеская промазала. Смог он её пересветить в итоге. И даёт ей плюху. Естественно, никакой речи в лоб о пробитии нет. Ну, хотя бы 714 урона по вражескому танку. Уже неплохо. Но, конечно, сейчас любая такая шальная плюха от противника будет. Будь то арта. В принципе, и хватит урона, если точным выстрелом попадёт для того, чтобы забрать нашего героя. Или ПТ-шка на Т95 или Е3. И спокойно нашего героя убьёт с выстрела. Поэтому ситуация такая очень патовая. Охо решает встать на захват. Светляк любезно соглашается подсветить. Едет он сюда. А наш герой решает подкараулить Е3. Может быть, он действительно тут выйдет. Ждёт он. И действительно Е3 приезжает. Хороший выстрел бронебойным. Проходит урон с пробитием в НЛД. Противник шотный. Остаётся надеяться, что сейчас кто-то поможет. Ну, кто тут может помочь только если ЛС Эван 90. Игрок улепётывает от Е3. Но вот он уже перезаряжается. И сам стреляет по противнику, но не пробивает. То есть сейчас просто Светляк спасает нашего героя. Просто, я не знаю, одно мгновение. И наш, в общем-то, бабахер отправился в ангар. И кто знает, возможно бы и не удалось в таком случае дальше тащить данное сражение. Итак, ёлка, молодец. Наконец-то Светляки начали что-то в конце делать. Поехала она осветить захватчика. Охо решает съехать с захвата. Противник засвечивается. Но он стоит за вот этим вот ангаром. Его не видно. Приходится подъезжать ближе. Игрок выцеливает Т-95 прямо в бортик. И посылает снаряд в противника. И уничтожает, собственно, его. Давайте посмотрим на результаты. Защитник. Основной калибр. Войн. 11 344 урона. 6 фрагов. Впечатающие результаты, конечно же. Действительно, бой выдающийся. Надеюсь, вам всё понравилось. Спасибо, что смотрели. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok